Ну, попросили меня тоже поприсутствовать, отсюда мы позвонили премьер-министру, сказали свое предложение выхода из этой ситуации. Разговор там, обо всем много говорили, конкретику вам скажу коротко. Здесь, кто пришел поддержать и кто остро нуждается, по списку 29 человек. Вот этот список, 29 человек, будет изучен премьер-министром лично, в среду на этой неделе, которая приходит, состоится встреча. Он дал слово, что с каждым индивидуально он проведет встречу. Это было мое предложение, провести небольшой аудит, правильно поймите, кто остро нуждается, кому прямо негде жить, кого выгоняют из дома, будет оказана адресная материальная поддержка. Дальше. Вопрос жилья. Он же не решается за один день, или может быть за неделю, а может быть и за месяц. Вот за этот период времени, чтобы людей не выгоняли из домов, будет оказана адресная материальная поддержка. Но эта нужда, которая присутствует, она должна быть объективно обоснована. Вы все прекрасно понимаете, в государстве так дефицит средств. А теперь следующее. Что касается предоставления жилья. Есть программа жилища, которую мы еще ее реализовали, начали ее внедрять. Программа жилища еще в 2019-м году, в 2018-м. Вот в рамках этой программы депутат Эрик Штуни предложил там на месте расширить ее. Там и по категориям посмотреть, и по сумме посмотреть. Там всего 60 миллионов, да, Эрик Штуни? 60, да. Да, может быть расширить. Деньги на самом деле есть, потому что и о профиците мы слышали, и о перевыполнении бюджетов, и много чего. Сейчас я не хочу уходить в детали. Вы знаете, что деньги на эти вещи есть. Мы все, вот я вам даю слово, там были депутаты парламента, будем держать ситуацию под контролем. Премьер-министр, наша с вами вот отсюда, что мы с чем пришли, предложение слово в слово, все, что мы предложили, он принял. С этим согласился, потому что это объективное предложение. Люди, которые не могут себя обеспечить, с детьми вынуждены уходить на улицу, это всех наша общая забота, мы должны обеспечить их. Это социальный вопрос, это вообще не обсуждается. Вы абсолютно правы, что требуете и стоите за слепо. Вас никто не осуждает. Именно так мы должны и строить государство. Вы большие молодцы. На сегодня результат такой. Я вам предлагаю, вот девочки тоже свое мнение скажут, если вы меня слышите, сейчас холод, дети, надо разойтись, дождемся среды. В среду по списку поданного было поручение, значит, администрации города, занимается Астамур Нукзарович Ашуба. По спискам от работы в среду начнем уже технически работать. Я никуда не ухожу, мы на связи, меня где найти, вы все знаете, есть депутаты парламента. Это пожалуйста, вот под личным контролем каждого мы этот запрос не снимаем. А на сегодня надо разойтись. Вот такое мнение. Но всем вам помогут, кто остро нуждается, этот результат мы вам принесли. Девочки, я хочу помочь. Девочки, как они поняли, пусть они скажут для начала. Все, что вы услышали, это на самом деле правда. Реально вам помогут, реально нам пообещали. И у нас есть шанс подождать до среды. Смысла нету здесь стоять и выжидать чего-то, потому что... Если в среду это не случится, вот допустим, собраться никто не мешает. Я вам даю слово, что я больше вас просить расходиться не буду. Единственное, здесь холодно. Я вот премьер-министру предложил другой вариант. В кабинете министра мы можем собраться, там наверху есть большой зал, 400 человек помещают. Там тепло, вот там лучше. С чем здесь на холоде стоять? Если в среду решения не будет. Но с решения в среду, я надеюсь, уже процесс пойдет. Ребят, мы как организаторы, которые старались помочь вам, помочь другим всем, которые нуждались. Да, мы не можем сейчас дадиться от того, чтобы каждому из вас выдали квартиру. Но самое главное, что... Хочу, в первую очередь, сказать спасибо. Спасибо оппозиции, которая нас поддержала, если честно. Потому что... Я хочу всем сказать спасибо, потому что... Если бы не они, нас никто не услышал бы. Нас реально никто не услышал бы. Мы очень хорошо понимаем, кто с нами рядом, кто нам помог. Нас действительно туда, наверное, даже и не запустили бы. Будем говорить честно. Ребята, все вы состоите в наших... Да, все вы состоите в нашей группе. С каждым из вас мы общаемся. Я надеюсь, что то уважение, которое у вас есть к нам, как к организаторам, которые хотят вам помочь, останется таким же. Естественно, никто не будет из вас, без нашего ветома, допускать себе каких-либо ненужных вещей. Сейчас мы все расходимся. Мы вас будем держать в курсе. И да, на данный момент никто не остается здесь. Сейчас все будут расходиться. То есть, как я понял, в среду... Будут потихонечку, лично будет разговаривать, то есть со мной поговорить, я ему ситуацию свою расскажу. И он мне поможет с жильем. Правильно я понимаю? Если нам в этой осень до среды предоставить списки, с вами не поговорят, в таком случае, ребята, мы уже соберемся. Соберемся, будем идти до конца. Уже там будем собираться. Если я туда пойду, как говорится, вот я говорю за себя. Если я там, мы все соберемся, я свои вещи возьму, мне никто будет... Мы все вас поддержим. Вот я тебе даю слово, я тебя лично буду поддерживать в этом. Если объективно, вот как объективно вы нуждаетесь, объективно вам все не помогает, мы все рядом с вами станем. Это вот мое слово даю? Все. Вот, а салонный взгляд. Я что-то неправильно преподел? Все. Все, значит, до среди ждем. Так, друзья, сейчас все высказались. Значит, давайте пыл теперь остудим чуть-чуть. Я другую вещь вам хочу сказать. Вы же в своих убеждениях стойкие, правильно? Да. Так, понимаешь? Да. Значит, ситуация такая, обрисованная картина, которую здесь уже рассказали. Для себя повторяться я не буду. Значит, в среду, ну, если в среду, говорят, может быть и в четверг тоже, мы уже будем для себя понимать. Это как бы красивая ложь или такая жесткая правда будет. В любом случае мы что-то будем знать. Если как бы не будет продвижения, мы так же собирайтесь. Нужно будет, мы дровами поможем, едой поможем, водой поможем и так далее. Здесь или в другом месте, это ваше право. Это еще раз, я первый раз, когда к вам пришел, я вам тоже говорил, это ваше конституционное право требовать то элементарные, значит, житейские блага, которые государство вам должно, значит, предоставлять. Другой вопрос, еще раз, не в обиду кому-то сказано. Еще в том, что... Разное в жизни бывает. Если кто-то вот в этой всей ситуации хочет еще раз нагреться, там, еще раз квартиру взять, или за что, раз есть такая ситуация, почему я сам не могу там, как говорится, поплавать. Если кто-то так думает, вы меня, наверное, чуть-чуть тоже хорошо знаете, мою работу. Я лично тоже сейчас не то, что буду контролировать, это я не исполнительная власть, я всего лишь человек, который вас поддержал. Если таковы и есть, сами почистишь, между собой разберитесь. Теперь, касаемо финансовой помощи, вы поймите, это постоянно не может продолжаться, это будет разовое наверняка, или как-то это вопрос в любом случае, они должны будут решить. Для решения их вопроса они должны оказывать материальную власть. И все остальное, то есть, я, честно говоря, требовал того, чтобы, и думаю, что понимание и со стороны города тоже будет, и с того примера, в принципе, есть тоже понимание, чтобы сразу провели, значит, такой, как его, мониторинг тех домов, которые вот здесь есть, на ком они висят. Если ничего не делается, значит, надо вернуть в город, чтобы под руководством администрации города, уже в связке с исполнительной властью, начать процедуру расселения или выделения и так далее, и так далее. То есть, теоретически красиво все звучит. Как это будет на практике, покажет, как говорит известный журналист, время покажет. То есть, вот такая ситуация, будем надеяться на хорошее. Итоп, и дудзен, и захаза, и дарадь, и бахи. Спасибо вам. Спасибо большое. Вот здесь, вот, из нашего года тоже, наверное, вышло нужно, да? Можно пару слов сказать, добавить. Я хотел бы сказать, вот, Диана, вы сказали, да, прокомментировать, не соответствует действительности то, что с самого утра, как вы здесь собрались даже, премьер-министр информирован об этом, он ежечасно прозванивал, главе администрации, мы докладывали информацию, которая здесь происходит. Мы здесь с вами целый день находимся, целый день общаемся. Мы с вами только сегодня познакомились. А мы уже на площадке были там, у вас виноваты. Нет, я говорю, за сегодняшний день, за сегодняшний день, с самого утра вся эта ситуация мониторится и премьер-министром, главой администрации, и, соответственно, мы здесь вместе с вами стоим. Мы вместе с вами ездили, общались, смотрели документы, и вместе с вами попали к премьер-министру. Я уверен и убежден, что и без, как говорится, людей, которые способствовали встрече с премьер-министром, он вас принял. Вопросов таких вы нам не ставили о встрече с премьер-министром, и вам никто не отказал. Нам никто и не помог в первый день, когда мы собрались на площадь. Я говорю, за сегодняшний день. За сегодняшний день вы приехали сюда только потому, что нас приехало поддержать эту позицию. Я говорю просто правду. Я говорю, что нас, может, и не приняли. Вопросов таких не стоялось. Ты же сам видел, кого вообще не пускали? Я видел, да, я уверен, что их приняли. Теперь, что хотел бы сказать, это касается всех. Девочки, вы должны были проинформировать. Мы сейчас прямо здесь сформируем список. У нас есть число 29 человек. От вас, значит, не расходитесь, дайте нам полчаса, наверное, нам хватит. Вы дадите свои фамилии, имена, отчество, номера телефонов. И завтра мы в рабочем режиме будем с вами созваниваться, собирать нужную информацию, формировать списки. На основании этого списка уже премьер-министр будет работать с вами. Мы вас слышали, поняли, ребят, как-то спокойно, поочередно подходите, да, составляете список. Я, на самом деле, с вами на площади находился и дальше эту ситуацию комментировал. Ситуация-то непростая, на самом деле. И мы говорили о том, что мы здесь работаем. И в заявлении там около 400 у нас находится. И все мы эти заявления должны рассмотреть. Но то, что вы сделали, ваша инициатива, это как получил. Тихо, ну! Тихо, ну! Тихо, ну! Тихо, ну! Тихо, ну! На самом деле, некоторые люди проснулись для того, чтобы это работа с вами будет. Мы очень довольны результатом. Мы довольны, что мы готовы сегодня для наших людей сделать. Как хочется вам доходить. Спасибо за то, что вы у себя поработали, но и тем людям, которые озадачены сегодня, которые будут работать. Мы будем надеяться, что этот вопрос будет решаться и будет определенный результат. Спасибо! В списке мы будем остро нуждающихся. Мы сейчас выявляем. Я вас прошу остаться здесь, Милана, Диана, Димур, мы все вместе с ним. Все, давайте, до свидания, взырать! До свидания!